Казахстан В Казахстане этому процессу подвержены 50% территорий. Климатические изменения негативно сказываются на жизни местного населения, и земля и люди проходят испытания жажды. Программа развития ООН и компания «Кока-Кола» объединили усилия для поддержки эффективных практик водосбережения, управления водными ресурсами, экологического просвещения в рамках программы «Каждая капля важна». В Казахстане она успешно реализована в Аршалынском районе Акмолинской области, а также в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Казалардинской областях и городе Казаларда. В маленьком ауле Арнасай, в 50 километрах от столицы, общественный фонд «Акбота» при поддержке «Прон» и компании «Кока-Кола» один из первых реализовал проект «Сохраним питьевую воду вместе». В течение трёх лет здесь внедрили экономичную систему капельного орошения в теплицах и на открытом грунте, на пришкольном участке. Технология капельного полива позволила втрое сократить расход воды и повысить урожайность овощных культур в 2-3 раза. Школьники получили дешёвое, полноценное, витаминизированное питание. Это очень важно для здоровья. Наша компания очень гордится тем, что у нас есть возможность принимать участие в таких проектах и поддерживать проекты по улучшению уровня жизни местного населения, где наша компания ведёт свой бизнес. Инициатива директора школы Татьяна Немцан поддержала местное население, фермеры, представители исполнительной власти. 48 организаций образования Аршалынского района применили капельное орошение на своих участках. К ним присоединились коллеги из сельских школ посёлков Бурабай, Новокубанка, города Кокшитау, Есильского детского дома. Обеспечить школьников безопасной, чистой питьевой водой в Арнасайе смогли, реализовав новый проект «Каждая капля для здоровья человека». Для этого в школе установили фильтр для очистки воды, провели исследования с участием специалистов районной санэпидемстанции, которые подтвердили, применение фильтров значительно снижает солевую нагрузку и содержание в воде солей тяжёлых металлов. Представитель компании «Кока-Кола» Олег Пелецкий, побывав в Арнасайе, посетил несколько проектных участков и презентовал одному из активных участников программы, пенсионеру, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Михаилу Самохотину, фильтр для очистки воды. Подобные фильтры были установлены и в средних школах номер 2 и номер 1 посёлка Аршалы. Благодаря этому более 650 учеников этих школ теперь пьют чистую, безопасную воду. Другие организации образования Аршалынского района также последовали примеру арнасайцев. Важным компонентом проекта стало приведение в порядок береговой зоны реки Исиль в ауле Арнасай. Было проведено 33 экологические акции, в ходе которых очищено от мусора и восстановлено 40 родников. С солнечным майским утром на берегу реки Исиль в Арнасайе состоялось торжественное открытие детского пляжа с участием представителей ПРООН и компании «Кока-Кола», населения Арнасая и соседних аулов. Для меня самым главным результатом это было увидеть именно счастливые лица детей. Именно ради этого мы и делаем эти проекты. Открытие пляжа стало настоящим подарком для детей и взрослых. Это яркий пример того, как можно улучшить качество жизни, объединив усилия и преодолев барьер равнодушия. Хорошо поработали и отлично организовали красивый праздник. Татьяна Немцан пригласила гостей к восстановленному роднику с чистой холодной водой. Он пользуется популярностью у местных жителей. За водичкой? Ну? Как водичка здесь? Да ничего. Нормальная, вкусная. В Вячеславской средней школе уже реализованы десятки проектов по ресурсосбережению и водосберегающим технологиям. Поэтому сюда приезжают учиться те, кто развивает принципы зеленой экономики на местах. Депутаты парламента, ученые, журналисты. Побывали здесь и участники Астанинского международного молодежного экономического форума. Они своими глазами увидели и пиролизные печи, и солнечные водоколлекторы, и теплицы с капельным орошением. И новый проект «Школьников пирамиду», созданный по принципам золотого сечения. Овощные культуры здесь растут замечательно. Поэтому я думаю, что вот сегодня ту работу, которую делают наши учителя, наши дети, для того, чтобы улучшить вот нашу и природу, и наш Казахстан, чтобы жилось лучше нам. Я думаю, вы увидите эту работу сейчас своими глазами. Делегаты форума из разных стран мира общались со школьниками на английском языке. С удовольствием попробовали национальное угощение баурсаки. И покинули Арнасай с самыми хорошими впечатлениями от креативных идей и восточного гостеприимства. Опыт применения капельного орошения был реплицирован в Урджарском и Аягузском районах Восточно-Казахстанской области на 24 участках общей площадью 5 гектаров. Мы летим в Казаларду. Под крылом самолета огромная территория желто-бурового цвета. Это сухие плату, полупустыня, солончаки. Аральский регион – зона экологической катастрофы. Летом здесь очень жарко. Горячий ветер дует постоянно, поднимая вверх соленую пыль, выжигая все живое. Только цветущий тамариск оживляет картину. В Казаларде в Намат-Палас-Отеле состоялась международная научно-практическая конференция по проблемам внедрения зеленых технологий и обеспечения экологической безопасности в целях повышения качества жизни и конкурентноспособности регионов. Делегаты приехали из Таджигистана, Украины, России, Кыргызстана, Узбекистана. Представители ПРООНа, Глобального экологического фонда, депутаты мажориса парламента Республики Казахстан, руководство области, ученые-эксперты в течение трех дней делились своим видением решения проблем по заявленной тематике. Участники проекта «Орал. Каждая капля важна для нас» Бахаджамал Жугунисова и Марат Нагметулаев рассказали об опыте внедрения водосберегающих технологий в сельских районах Казалардинской области. Мы во всех этих случаях говорим о местном населении. То есть это наша фокусная группа, которая участвует в проекте, которая получает, собственно, выгоду от этого проекта. Мечеть Мубарак в Казаларде. Сюда приходит много людей. Поэтому установка здесь системы капельного орошения – хороший пример для местного населения, как экономить воду и получать хороший результат. На территории мечети были высажены цветы, и скоро здесь будет настоящий оазис. В школе лицея номер 15 волонтёрам пришлось убеждать сторонников орычного полива отказаться от традиционного способа. Активное участие в освоении нового метода приняли школьники. Молодёжь всегда быстрее воспринимает новые идеи. Участник проекта Нурлыбай Улыбанулы в своей теплице на приусадебном участке с помощью капельного полива вырастил отличные, экологически чистые овощи. Он убеждён – будущее за такими технологиями. Но людей надо обучать. Давай так кроем школу. Пока мы не подготовим кадры, это бесполезно. Вот, молодец. Можно я возьму вашу? Я с вами. Это про вашу идею. В сопровождении волонтёров Ержана Аяпова и Куаныша Аскара мы побывали ещё на нескольких частных подворьях, где установлено капельное орошение. Мейрамбек Аубахиров планирует на следующий год установить систему капельного орошения и на участке своего сына. Опытный огородник Александр Тё тоже доволен и работой волонтёров, и результатами капельного полива. Ребята забрали быстро, очень так кооперативно, объяснили. Ну, всё работает, всё великолепно. Надеюсь, что всходу будет хорошее. Я просто видел эту систему в действии. Бахиджамал Жугунисова активно занималась установкой систем капельного орошения в сёлах Алкануткель, Козылжар, Шимышколь, Аральского района. У местных жителей нет постоянной работы. Доход они получают от продажи овощей, кукурузы, выращенных на своих подворьях. Воды здесь катастрофически не хватает. Капельное орошение – просто находка. Мы решили по нескольким посёлкам раздавать капельное орошение, чтобы посмотреть, как эффективность или как пользоваться можно. Мы, конечно, проводили тренинги, волонтёры ходили показывать. Друг друга увидели, и у них появилось желание пользоваться капельным орошением. Тут не надо много сил тратить, и времени не уходит. Там заправил водой и пустил – капельное орошение капает, и свободен. Как рационально использовать земельные и водные ресурсы? Об этом говорили участники «Круглого стола», состоявшегося в ноябре 2013 года в Алматы. Один из организаторов директора общественного фонда «Фермер Казахстана» Владимир Левин при поддержке ПРООН и компании «Кока-Кола» реализовал проект по реконструкции растительных каналов. Весной этого года мы побывали в селе Алга Инбекши Казахского района Алматинской области вместе с экспертом-учёным Гульнар Бектуровой и увидели результат своими глазами. 12 водораспределителей было капитально отремонтировано и установлено, налажен учёт воды, предотвращен размыв почвы и загрязнение водоёмов. Когда нам «Кока-Кола» дала деньги, в общем, было нам счастье. Мы взяли воду, провели мимо, какая вода была, но немного, провели мимо и начали здесь строить. Мы увеличили эти лотки корнями бутобетоном. Благодаря ПРООНу и Кока-Коле я вот сделала 12 шлюзов. На этом, конечно, я не буду останавливаться, но я всё-таки надеюсь, что мне ещё раз помогут. На землях кооператива водопользователей жители выращивают овощи, сои, кукурузу, люцерну. Климат благоприятный. Подача воды налажена. Люди довольны. Только за один оросительный сезон кооператив сэкономил 3 миллиона кубометров воды. Или 1 миллион тенге. Безраспределительно, как вот пробивать воду сюда. А водозабор есть, она приехала, закрыла, поливая спокойно. Надеюсь, что в этом году возьмём урожай достойный опять. Экологическое образование и просвещение – необходимые условия для устойчивого развития человечества. Образовательный мультимедийный ресурс «Каспийский зелёный пакет» был презентован в сентябре 2013 года в Астане. На округлом столе с участием представителей Министерства охраны окружающей среды. Для нас было очень важно с тем, чтобы международные методики, европейские методики, те, которые уже зарекомендовали себя достаточно эффективно в создании уровня определённого понимания и образования в сфере экологии в других странах, были локализованы к условиям Казахстана. «Каспийский зелёный пакет» или «Гринпак» был разработан региональным экологическим центром Центральной Азии – РЭЦА – при финансовой поддержке ПРООН и компания «Кока-Кола». В рамках программы каждая капля имеет значение. Это хороший пример, как можно заинтересовать ещё и частный сектор. Я думаю, частный сектор, увидев такой ресурс, он поймёт, что это привлекательно, это деньги не на ветер, это деньги в наше будущее. «Каспийский зелёный пакет» впервые представлен на казахском и русском языках. Он содержит компакт-диск, методическое пособие для учителя и карточную игру «Дилемма». Сегодня «Гринпак» успешно опробирован в пилотных школах. Уроки географии с использованием «Гринпака» стали наиболее интересными, насыщенными и иллюстративными. Там есть интерактивные игры, видеофильмы, тесты, схемы. Они, конечно, намного быстрее запоминают всё это. Изменение климата, биоразнообразие, защита окружающей среды, изучение этих тем, вклад в реализацию концепции «зелёной экономики» Казахстана. «Гринпак» очень обширно даёт мне знания, он мне помогает лучше учиться. Мне очень интересно, рассказываешь всё, ты уже знаешь, о чём идёт речь, ты входишь в суть работы и получаешь в конце хорошие оценки. В программе «Каждая капля важна» самое активное участие вместе со взрослыми принимали школьники. Они были и волонтёрами, и участниками экологических акций, и разработчиками оригинальных и креативных проектов по рациональному использованию природных ресурсов. Координаторы программы организовали в Алматы подведение итогов конкурса детских проектов «Взгляд в Экспо-2017». Из 68 проектов, 21 прошёл в полуфинал. Шесть лучших проектов поддержала грантами компания «Кока-Кола», и они были успешно реализованы на местах. Олжас Арашев из Казаларды придумал гелиоустановку для нагрева поливной воды, которая установлена на пришкольном участке школы-лицея номер 15. Восьмиклассница Ольга Громакина из посёлка Рошалы победила с проектом «Томаты без полива». Она предложила с помощью несложной конструкции собирать дождевую воду и поливать школьный огород. Дождевой водой бесплатно поливать огород, и то, что лучше и дешевле. Ильяс Рамазанов, активный, опытный участник программы «Каждая капля важна» из Арнасайет, тоже предложил использовать бесплатную дождевую воду для полива. А в День охраны окружающей среды в Астане в Ханшатыре Ильяс презентовал в рамках конкурса систему капельного орошения и давал консультации по её применению. Итоги программы «Каждая капля важна» свидетельствуют о её признании местными сообществами. В Акмолинской области системы капельного орошения установлены на 268 участках, в Аршалынском районе на 48 участках учреждений образования. В Восточно-Казахстанской области 24 участка охвачены системой капельного орошения, в Казаларде и Казалардинской области 300 участков. За годы реализации проекта сэкономлено более 70 миллионов кубометров воды. 24 тысячи школьников получают удешевленное витаминизированное питание. Мы подготовили большое количество молодых волонтёров. Нас поддержали многие организации образования и административные структуры. Вот буквально через несколько минут начнётся круглый стол, где мы будем говорить об итогах программы Every Drop Matters и думай, что они хороши. Как из малого ручейка начинается река, так и из отдельных проектов строится зелёный мост в будущее. Редактор субтитров А.Семкин